Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный мясной хлеб. Это блюдо мы впервые попробовали в Австрии и просто влюбились в него. Оказалось, что этот хлеб запросто можно приготовить самостоятельно. По вкусу он очень похож на магазинные сосиски. Позже я расскажу, как еще я использую этот хлеб. Ну а пока приступим к готовке. Нам понадобятся такие ингредиенты. Кстати, весь этот список есть в описании. В блендер я отправила черный перец, сухой чеснок, мускатный орех, смесь перцев и паприку. Для этого хлеба из фарша вы можете взять любые специи, которые нравятся вам. Желательно хорошо их измельчить. Идеально использовать для этого кофемолку. Но у меня ее нет, поэтому я просею специи через сито, чтобы отсеять большие кусочки. Для мясного хлеба нужно фарш пропустить два раза через мясорубку. Жирность фарша должна быть не менее 25%. Добавляю в фарш специи, кукурузный крахмал, разрыхлитель и соль. Теперь все тщательно перемешиваю. Сначала руками, но если у вас есть кухонный комбайн, можете сразу воспользоваться его помощью. Добавляю последний, но не менее важный ингредиент. Это ледяная вода. За 25 минут до готовки я положила бутылку с водой в морозильную камеру для охлаждения. Кстати, фарш у меня тоже холодный. Воду нужно добавлять небольшими порциями. В конце я измельчила фарш блендером, добиваясь пастообразной структуры мяса. На это у меня ушло около 4 минут. Для запекания хлеба из мяса я взяла форму для кекса размером 25 на 13 сантиметра. Она идеально подходит для такого количества фарша. Форму я слегка смазала растительным маслом, чтобы хлеб зажарился по бокам. Осталось переложить мясную массу в форму. Кстати, можно в фарш добавить кусочки сыра, оливок, сладкий перец. Получится вкусно и красиво. Очень важно хорошенько прижимать фарш, чтобы получилось как можно меньше пустых пузырьков в готовом хлебе. Чтобы мясо не прилипало к рукам, мочите руки в воде. В любом случае, верх хлеба нужно смазать водой. Можно, как я, сделать рисунок сверху хлеба. Для этого возьмите небольшой нож или разделитель для теста. Рисунок – это тоже полет фантазии. Отправляем наш мясной хлеб в разогретую до 150 градусов духовку на 1 час. Ммм, пахнет сумасшедше! Хлеб очень легко вынимается и отлично держит форму. Забыла сказать, что в фарш можно добавить немного красного пищевого красителя. Тогда в разрезе хлеб будет розовый, как покупные сосиски. Но я обошлась без этого. Этот мясной хлеб можно есть горячим с любым гарниром. А можно, как в Австрии и Германии, положить толстый кусочек мяса на хлеб и намазать тонкий слой горчицы. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. На второй день я решила приготовить следующее. Смешала майонез, горчицу и кетчуп. Нарезала замороженную зелень, перебитую заранее в блендере. Она размораживается моментально и сохраняет свой вкус и витамины. На разогретом гриле разогреваю кусочки мяса. Их можно предварительно нарезать, заморозить и доставать по необходимости. Нарезаю колечками синюю луковицу и помидоры. Кладу сверху мяса кусочки сыра. Хлебушек сдабриваю соусом и собираю сэндвичи. Быстро, просто, красиво и вкусно! Это блюдо также отлично подойдет на праздничный новогодний стол. Обязательно приготовьте это вкусное блюдо из простых продуктов. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok